Здравствуйте, дорогие козероги! Для вас, для первых, публикую гороскоп на ноябрь 2018 года. И ради вас готова буду терпеть комментарии под этим видео о том, когда уже будут гороскопы для других знаков зодиака. Всем знаком зодиака хочу сообщить, козерог сейчас первый, козерог сейчас ведет. Поэтому я делаю гороскоп для козерогов в первую очередь. И я даже скажу больше. Следующий год, 2019, я бы назвала годом козерога. Говорят, что мы живем в эпоху Водолея. Но, на мой взгляд, в эпохе Водолея живет очень незначительный процент людей. Да, их больше, их всё больше и больше. Они рождаются. Их очень много уже среди людей, вот те, которые называют миллениалы, то есть 2000 года рождения и дальше. Однако и среди детей Индиго, рождённых с 1985 года, таких людей очень много, особенно среди козерогов. Но, по моим собственным ощущениям, всё-таки Вселенная ещё живёт здесь, в этой козерожьей среде, в последних градусах козерога. И мы ещё не в Водолее, мы ещё не там. У нас ещё нет светлого, прекрасного, свободного будущего. Мы все ещё работаем, мы все ещё трудимся. Нам всем ещё нужно строить карьеру или семью. В общем, что-то строить. В общем, идти в какую-то гору нам ещё всем нужно. И козерогам в первую очередь. Козероги будут первыми, кто поймёт, что на гору не нужно идти, что на неё можно взлететь. И, скорее всего, будут теми, кто сможет показать миру, как же выжить на вершине горы, в которой, кажется, нет в жизни. Как же быть тем цветком, который прорастает сквозь скалу? 6 ноября, за два месяца до солнечного затмения, в знаке зодиака козерог, а оно будет уже 6 января 2019 года. Так вот, 6 ноября этого года случится переход кармических узлов северного и южного в знаки зодиака рак и козерог. Об этом эпохальном, не побоюсь этого слова, событии я уже сняла отдельное видео. Посмотрите его, пожалуйста, если не видели. Ссылка в описании под этим видео. Переход кармических узлов на ось асцендент-дисцендент для козерогов. В первую очередь, конечно же, для козерогов по асценденту. Это, в принципе, в первую очередь гороскоп для вас. Ну, конечно же, для тех, кто по солнышку козерог, также. Если вы смотрите это видео по Луне, тоже. Или если у вас, в принципе, сталём планет в козероге, тоже послушайте. Это вас тоже, конечно, очень коснётся. Если, к примеру, у вас нет в карте рождения в козероге ни солнышка, ни асцендента, но у вас, к примеру, там Сатурн, то этот гороскоп тоже очень-очень даже про вас. Или тем более, если у вас в козероге северные или южные кармические узлы. Ось 7-й, 1-й дом. Это кардинальная ось гороскопа. Это ось я-ты. Эго и… Как бы вам это сказать? Эго и расширившееся эго. Расширившееся до пары. Расширившееся до того состояния, что не только я — сосуд для души, но и мой партнёр — это тоже сосуд для души, и мы сообщающиеся сосуды. Чем я наполняю себя, тем я наполняю партнёра. Вот о чём эта ось, этот стержень жизни вообще в принципе для козерога. Ось брака, ось партнёрских отношений, ось дружбы, ось вражды, ось образа себя в глазах других людей. Это как будто бы когда вам поставили перед вами зеркало, и вы вдруг увидели себя, какой вы есть на самом деле. То есть, когда вы узнаёте себя через окружающий мир, через других людей. Прекрасный опыт, который я рекомендую каждому из вас прожить, сделайте видеозапись. Вот знаете, по Сатурну, хронометраж. Остановите время в фотографии, но лучше всё-таки в видео. Заснимите себя на видео или сделайте так, чтобы вас кто-то поснимал, чтобы вы не знали. И посмотрите на себя, как на самом деле на вас смотрят люди. Это перевернёт вашу жизнь с ног на голову. Приготовьтесь к этому эксперименту. Не проводите его, если вы чувствуете себя плохо физически или эмоционально, потому что это очень значительный, колоссальный, очень полезный, однако в некоторой степени переживательный, стрессовый эксперимент над собой. Целых полтора года, пока затмение будет происходить на оси рак и козерог, а первое из этих затмений уже произошло в июле этого года. Правда, это было затмение не в козероге, а в раке. Однако козероге вы уже, наверное, чувствуете, да, этот гул. Или чувствовали, или у вас уже что-то очень важное произошло этим летом. Возможно, и это будет дальше продвигаться, дальше развиваться. Либо же вы просто посадили семена тех грандиозных всходов, которые вы будете наблюдать не только эти полтора года, но и следующий весь цикл Сатурна, следующие 30 лет. Следующие 30 лет. Итак, что это за полтора года и что это за ноябрь 2018 года и что это за шестое число ноября. шестое число это число Венеры, поэтому мы автоматически под ее защитой. Так вот, это время для налаживания партнерских отношений. Конечно же, в первую очередь, это прекрасное время для того, чтобы разводиться, заключать браки или разводиться и потом заключать браки, смотря что для вас благо. Если для вас благо это развод, разводитесь. Если для вас благо это брак, заключайте брак. А если для вас благо это свободные отношения по водолею, то будьте в паре, не связывая себя никакими цепями и узами. Будьте свободны. Выбирайте, выбирайте вашу суть, выбирайте вашу свободу. Да, ваш управитель Сатурн — планета ограничений, но ваш второй управитель — это Уран, планета свободы. И Уран правит водолеем. Уран, ваш Уран, это после того, как вы стали Сатурном. Вы сначала себя настолько сузили, настолько дисциплинировали, вы стали себе сами таким военачальником и одновременно солдатом, которые выполняют просто беспрекословно любые команды. Вот после того, как вы научились быть чрезвычайно строги к себе, вы находите бесконечную свободу и в первую очередь свободу Духа. Летайте, мои дорогие Козероги! После того, как вы взберётесь на гору, вспомните, что у вас есть крылья, и вы можете лететь. И этот ноябрь покажет вам, как вы это можете сделать, как проявится ситуация, через которую вы поймёте. Да, возможно, вам потребуется время, вас попросят подождать, вас попросят ещё потрудиться, но не бойтесь времени, не бойтесь границ. Нет никаких для вас границ, ни временных, ни условных, ни денежных, ни физических, чтобы вы там себе не понавыдумывали разумом, отключитесь. Просто будьте здесь и сейчас, в Эре, в Адалея, уже сейчас. И это далеко не всё, что можно говорить о переходе узлов. Очень многое можно сказать, помимо того, что я уже сказала в своём отдельном видео. А сейчас специально для вас, Козероги, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этот день Юпитер будет соединяться со звездой Талиман, а как раз-таки северный южный узел в 29 градусе 60 минут знак Коздиака Арак со звездой Алюдра. Не знаю, может быть, я неправильно произношу название звёзд, простите, меня, это арабские названия. правда, не сильна в звёздах, но я сейчас попрошу вас, пожалуйста, остановите это видео для того, чтобы прочитать характеристику, описание этих звёзд. Сейчас скажу коротко. Характер Венеры и Юпитера, характер Венеры и Юпитера и плюс к тому же хороший Сатурн, это всё даёт нам необыкновенные шансы на прекрасную Любовь, на построение прекрасного брачного союза Венера и Юпитера. Если вы интересуетесь астрологией, вы знаете, что лучше этого просто быть не может, что Венера это Любовь, что Юпитер это планета, которую все ждут, когда он пойдёт по седьмому дому, потому что когда Юпитер идёт по седьмому дому, брак, или когда идёт по девятому, второй брак, по десятому, статусный брак. То есть, ну, это шикарно, а Сатурн, он даёт прочность, потому что зачем же нам брак, который развалится, согласитесь? Так вот, Венера, Сатурн, который экзальтирует в лесах, в гостях у Венеры, ну, это шикарный переход узлов. Вы знаете, многое, наверное, будут говорить астрологи, но я спрошу вас, обратите внимание на позитив, на позитив, потому что когда вы на него обращаете внимание, вы становитесь позитивом. То, на чём вы концентрируете внимание, тем вы и становитесь. концентрируетесь на любви, концентрируетесь на счастье, концентрируетесь на гармонии, концентрируетесь на порядке. Пожалуйста, поставьте видео на паузу и почитайте характеристику звёзд, которые будут влиять на нас, на всех в момент перехода узлов. Напомню ещё раз, с этой звездой соединяется Юпитер, а с этой северный кармический узел развития. Счастья вам, козероги, но я продолжаю дальше. Это ещё не всё, далеко не всё. Знаете, о чём я сейчас думаю? Я думаю, неужели найдётся хоть один человек, который сейчас, слушая это видео, не поставит мне лайк? Наверное, найдётся. Но если вы такой человек, прямо сейчас закройте это видео. Мне не нужны, знаете, пустые присоски. Мой канал, в принципе, для тех людей, тех, кто приходит послушать не гороскопы и даже не меня, а свою душу через гороскоп и свою душу через меня, кто приходит послушать светлые, силы, кто приходит получить подсказки Вселенной через форму гороскопа, через форму моего голоса. Пожалуйста, благодарны. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим моим очень мощным видео в соцсетях, во всех своих соцсетях. Это видео, правда, очень мощное и оно вас прокачает. так прокачает, что, возможно, вы даже будете чувствовать крепатуру на следующий день. Шучу, конечно. Также я сделаю две части этого гороскопа, потому что я никак не хочу себя ограничивать в проявлении себя и, в частности, по времени. И вы знаете, я все еще продолжаю говорить про шестое число. 6 числа случится еще одно событие и для часового пояса плюс 3, но это очень близкие события. Здесь вы видите время 20-10, а сейчас посмотрите, пожалуйста, 20-59. Для часового пояса плюс 2, простите, пожалуйста, в это время, в это время, ретрогранный уран из тельца переходит в овен, обратно в овен. Козероги, для вас снова повторно, я должна сказать, что акцентируются ваши брачно-семейные уже отношения, то есть не просто партнерские, но и включением семейных дел, ну, каких-то семейных перестроек, переустановок, и либо вы семью новую состоете, либо вы имеющиеся перестраиваете, либо вы просто дом перестраиваете, достраиваете, делаете ремонт, покупаете, продаете, меняете место жительства, может быть, правда, даже уезжаете куда-то. Так как овен и уран был в тельце, возможно, вы заняты вопросами земли, земельными капиталовложениями, какими-то крупными капиталами, какие-то, может быть, бизнес даже свой, какой-то крупный, вы вкладывали, может быть, он даже связан с землей или с домом, с куплей-продажей. В любом случае, уран, вновь возвращаясь в ваш четвертый дом, он вас перепроверяет, все ли у вас в порядке с жильем, с местом жительства. Так как уран приходит вновь в ваш четвертый дом из пятого дома, из дома любви, детей, творчества, любовников, игр, увлечений и хобби, а также бизнеса, связанного с хобби, то, вероятнее всего, и земля, и дом, и место жительства вам даются через эти, не знаю, как прорасскать, через эти аспекты в вашей жизни, либо через кого-то, если это ваш ребенок или ваш любовник, либо через что-то, если это через ваше хобби, через ваше увлечение, через ваше творчество. Пятый дом — это дом солнца. И я могу сделать вывод такой, если уран из дома солнца переходит в овен, где солнце экзальтирует, это значит, что вы долгое время проявляли себя как творческий социально активный, любящий детей, творящий, создатель. И вот сейчас пик экзальтации. Сейчас вы должны просто выдать то, что вы копили. Сейчас ваш огонь, который вы согревали, ваш очаг, который вы создавали, он должен вот так «пух» и вспыхнуть искрами. Этот камин. Вы должны увидеть «Вау! у вас получилось!» Вы смогли это сделать! Вы молодец! Вы настоящий инноватор по урану! Вы настоящий в хорошем значении слова революционер! Вы истинно свободны быть творческим, быть ярким! Вот знаете, козероги, вы земля, и этот огонь вам очень нужен! Вот вы словно бы действительно создали очаг, выложили камешки, сложили по кругу камни, насыпали земли, наложили дров и вот чиркнули наконец-то спичкой, и теперь ваш камин пылает и согревает ваше сердце прежде всего любовью и какой-то очень-очень необычной любовью. Дорогие мои козероги, по такому переходу узлов и в этот же день, в день Венеры, и под влиянием Юпитера, под влиянием Венеры, и потому что, вы не поверите, ведь 8 числа и ноября уже и Юпитер поменяет знак. Ну, в общем, я вам так скажу. У вас эти полтора года и в частности в этом ноябре, в этом месяце и еще обратите внимание, уже задумайтесь о январе 2019 года, вот это время для вас может случиться какой-то брак, который вы, может, даже не ожидаете, что это он случится, вы, может, даже не будете ожидать, что вы влюбитесь с первого взгляда, что вы за этого человека пойдете замуж, хотя вам казалось, что это вообще незначительная встреча, что это вообще мимолетное знакомство, или вам казалось, что между вами и ним непроходимые горы, вы вдруг найдете самолет, и, может быть, даже он будет небезопасным казаться для вас, но вы осмелитесь сесть и полететь, может быть, даже не самолет, вы просто сами себе сколотите крылья и полетите. Это, может быть, знакомство, которое тут же даст вам и землю желанную, и дом желанный, резкое, неожиданное предложение партнерства, резкое, неожиданное предложение руки и сердца. Очень необыкновенная для вас возможность создать действительно капитальную жизнь во всех смыслах этого слова, иметь капитал денежный, земельный, капитал любви, конечно же, капитал любви, устойчивую, наконец-таки, любовь, любовь, в которой вы уверены, в которой вы не сомневаетесь, в которой любят вас, в которой любят вас, а не вы страдаете. Понимаете? Это шикарный период, и, пожалуйста, почувствуйте сейчас, что вы ощущаете сейчас, у вас должны быть предчувствия, какие-то должны быть у вас ощущения. Первый, седьмой, четвёртый дом. Я, ты, мой дом. Вот такая короткая формула. И всё это посыпано, окутано, овеяно сладостью Юпитера, сладостью Венеры, радостью Солнца и заботой Луны. Продолжим дальше. Вы можете обратить внимание, что Венера в обители, в весах, однако она, конечно, всё ещё ретроградна. Но именно в ноябре Венера вновь выйдет из ретроградного движения и станет директной. Случится это уже 19 ноября, что, в принципе, тоже, знаете, не сильно большая разница, не сильно большое расстояние между 6 и 19. А ещё ближе к 6-му следующее важное событие ноября 7 ноября в 18 часов вечера до часового пояса плюс 2 случится новолуние в 15-м градусе Скорпиона. Новолуние это соединение Солнышка и Луны. Оно будет только положительным образом аспектировано. А Скорпион, другие мои козероги, это ваш дом мечты. Это тот самый дом Водолея. Скорпион ваш дом любви получаемой получаемой любви. Получайте любовь, не стесняйтесь и Продолжение следует... Продолжение следует...